Обзор и небольшой DIY с конкретным применением обозреваемого товара. Как в свое время говорил Райкина, да простят меня мужчины, речь сегодня пойдет о женщинах. То есть, прошу прощения, если обманул ожидания тех, кто зашел посмотреть и узнать не отходя от кассы подробности модели крана, представленные на фото. Тем не менее ссылка и цена актуальные, обзывы хорошие, доставка как из Китая, так и из России. Подобные краны и применения уже обозревались на миска, смотри тут и тут, а поделиться решил вариантом применения подобного крана для своих нужд, а именно в котельной с комбинированным бойлером. Котельную в доме самостоятельно монтировал где-то в конце 90-10, до настоящего времени, система отопления успешно функционирует. Однако все имеет свое начало и конец. После длительной эксплуатации стальной котел пришлось заменить на аналогичный, но чугунный. А потом и примитивный бойлер также отправился на свалку. В процессе апгрейда пришлось немного изменить монтажную схему, об этом ниже. В процессе переделок и последующей эксплуатации, проявились некоторые нюансы, на которые долгие годы не обращал внимания. 1. Бойлер комбинированный, но ТЭН не использовался, так как изначально решил, что нагрев воды посредством газового котла дешевле, чем электричеством. Как оказалось позже, в летний период, ТЭН бойлера эффективно и достаточно экономично справляется со своими задачами. Эффективность подтверждали квитанции об оплате. Несмотря на увеличение расходов за электричество, расходы за газ уменьшились и, как оказалось, суммарные расходы в денежном выражении практически не изменились. Сделал для себя вывод, не нужно отказываться от альтернативного метода нагрева воды бойлера. 2. На рисунке, ниже, функциональная схема системы тепловодоснабжения моей котельной. Циркуляционные насосы с обратными клапанами контуров бойлера и отопления расположены на обратке. Обратные клапаны предотвращают паразитную, обратную циркуляцию через более слабый по напору, либо временно неработающий насос. Но как обнаружилось позже, рис, ниже, при отключении ЦН1, насос контура отопления ЦН2 прокачивал горячую воду из котла через теплообменник бойлера, то есть, бойлер продолжал нагреваться. А что еще хуже, в летнем режиме, при нагревании бойлера ТЭНом, происходила передача горячей воды из бойлера в отключенную систему отопления. С учетом конструктивных особенностей котельной, наиболее простым решением устранить эту паразитную цепь, можно было с помощью крана с электроприводом, врезав его в цепь подачи теплообменника бойлера, рис. Ниже. На Али был выбран указанный выше кран, однако, чуть позже, мне удалось с рук купить аналогичный, хотя бы, но полностью рабочий, фактически, по этой же цене. Общая информация по купленному крану шаровому с электроприводом GIF 52220 ВАК, 3 четвертых. Напряжение питания 220 ВАК, ток, давление до 16 бар, совместимые жидкости, вода, масло, газ, резьба, трубная 3 четвертых, питающее напряжение 220 ВАК, потребляемая мощность 8 ВТ, время срабатывания 10 плюс-минус 1. Срок службы NGT, 100,00 циклов. Степень защиты, IP65. Окружающая температура воздуха при эксплуатации, Antut, 60 звездочков. Крутящий момент, 8NM. Средняя цена по России, около 3000 рублей вышедший из строя бойлер был заменен на новый DRAZIS OCK200. Ключевые характеристики и параметры этого бойлера, которые были важны для меня, накопительный бак объемом 195 литров с эмалевым внутренним покрытием, комбинированный способ нагрева, настенное вертикальное крепление, мощный теплообменник 24 копейки вторнику. Время нагрева воды теплообменником с 10 до 60 градусов Цельсия, 28 минут. Время нагрева воды электрической энергии с 10 до 60 градусов Цельсия, 5-2 часа. Расход электроэнергии на нагрев объема с 15 до 65 градусов Цельсия, 12 копеек ВТ, Че. Потребляемая электрическая мощность 2,2 копейки вторнику. Цена в пределах 25 тысяч руб. Подробную информацию по бойлеру DRAZIS OCK200 можно посмотреть, например, тут. Бойлер имеет простейшую автоматику, термопредохранитель и термостат для включения-выключения тена. Это типовая схема управления, которая используется практически во всех электрических бойлерах. Однако, для систем отопления с комбинированными бойлерами, такой автоматики недостаточно. Для управления электроприводом крана, а также циркуляционным насосом бойлера, схему пришлось немного усложнить. Индикатор HL1 позволяет контролировать подключение бойлера к сети, а также понять, что сработал термопредохранитель из-за перегрева. Индикатор HL2 включается при срабатывании термостата. Индикатор HL3 включается при протекании тока через ТЭН. Такое включение также позволяет определить обрыв цепи ТЭН, переключатель СБ-1, выбор режима нагрева воды бойлера, котел или ТЭН. При включении термостата срабатывает реле к одному. Контакты реле к одному. Один управляют электроприводом крана, кран открыт, или кран закрыт. Обмотки трансформатора подобрал опытным путем. Первичная обмотка трансформатора ТА-1, 8 витков провода сечением 2,5 мм 2, включена последовательно стЭН. Вторичная обмотка, порядка 200 витков проводом 0,2,0,3 мм. Обмотки намотал на торе из пермало, диаметром приблизительно 30 мм. Старые запасы, индикаторы, неоновые лампы с арматурой использовал от старого котла и бойлера. Кстати, по теме, полезный обзор на миска по неоновым индикаторным лампам тут. Места внутри панели управления бойлером достаточно, новая схема была собрана навесным монтажом, то есть, в том виде, как это было смонтировано изначально. Для наглядности немного фото. Фрагмент котельной, да и после переделок. Панель управления бойлера, да и после. Панель управления бойлера и смонтированная схема, на заднем плане сухой ТЭН бойлера. Врезанный в трубу кран без электропривода и сам электропривод. Индикаторы и переключатель на панели, вид сверху, и трансформатор ТА1. Резюме. Думаю, что будут правы те, кто скажет, что можно собрать более практичную схему котельной с использованием одного насоса, от трех входовика можно добавить дополнительные датчики, электронику и так далее. Вариантов улучшения есть много, но, как говорится, все должно быть необходимо и достаточно. В оправдание скажу, что реализованная схема очень даже рабочая и живучая, система отопления, за исключением ремонтных работ в котельной, не выключается уже более 20 лет. И да, все это было реализовано в те далекие годы, когда интернет только начинал стучаться к нам в дома, были реальные проблемы с получением информации по новым технологиям, дефицитом комплектующей, инструмента и практических навыков. На этом заканчиваю. Всем добра и правильного принятия решений. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.